Из-за холодного апреля весенние полевые работы начались на полторы недели позже прошлогодних. Но это не страшно. Погожие дни и закупка новой техники позволили наверстать упущенное. Парк сельхозмашин в целом по области увеличился на 25%. Благодаря этому посевная идёт в круглосуточном режиме. Когда вице-губернатора по сельскому хозяйству спросили о проблемах, он сказал, что ему досталось тяжёлое наследство. Некоторые хозяйства сильно закредитованы. Отдельно Русанов выделил СПК в Старом дворе, который когда-то был на хорошем счету. Два года назад они сократили поголовье практически на половину, по объективным причинам. Сейчас активно идёт процесс перекредитования хозяйства. Появился новый собственник у СПК. Полностью они убрали урожай того года. И в этом году полностью установили все посевные площади, которые были ещё три года назад. К сожалению, пока из-за того, что нет нового кредита, нет реструктуризации кредита, они не могут нарастить поголовье. Но уже в этом году, по словам вице-губернатора, в Старом дворе должно всё наладиться. В том числе благодаря банкам. Вообще провести посевную, не взяв кредит, практически невозможно ни в одном хозяйстве. Деньги нужны на покупку семян, горюче-смазочных материалов, удобрений. И здесь сельхозпроизводители жалуются на банкиров. Они постоянно меняют правила. Процент по банковским кредитам зависит от ключевой ставки. Как раз сейчас она снизилась. Но банки не спешат идти селу навстречу. Если повышается ключевая ставка, они не спрашивают никого, естественно, её поднимают. Вот сейчас ключевая ставка опускается, мы их просим упустить. Вопросы возникают очень серьёзные. Да, мы рассмотрим, да, мы посмотрим. Поднимают они в течение двух-трёх дней. А вот этот вопрос снижать. Ну, набегаешься, пятки сотрёшь кровь. Хорошо хоть предусмотрена поддержка из федерального и областного бюджетов. На весенние полевые работы селяне уже получили 514 миллионов бюджетных рублей. До 10 мая будет направлено ещё 85 миллионов. А общая сумма поддержки сельхозпроизводителей в этом году запланирована на уровне 11 миллиардов. Цыплят, то есть урожай, будут считать по осени. Вице-губернатор по сельскому хозяйству уверен, что показатели урожайности точно не будут хуже прошлогодних. Область полностью обеспечивает себя овощами, яйцами, мясом птицы, свининой, молоком. К слову, к здоровью коров в Юрьевпольском районе повышенное внимание. Ведь он граничит с Собинским районом, где в прошлом году произошла вспышка ящера. Одному из хозяйств даже пришлось уничтожить весь скот. А вот в Юрьевпольском поголовье не сокращают уже в течение пяти лет, благодаря строгому контролю. Первое очередное действие – это вакцинация скота. И, естественно, контроль, пропускной контроль на любой животноводческий комплекс. Ну, не только комплекс, а любую животноводческую ферму. Это должно быть в обязательном, каждодневном соблюдении всех ветеринарных требований. Кстати, работникам фермы очень обидно видеть на прилавках молоко по 50-60 рублей за литр. Ведь его себестоимость – 25 рублей. Один только Юрьевпольский район способен давать области 260 тонн молока в сутки. Александр Инин, Илья Фомин, Шестой канал.